здравствуйте дорогие друзья в эфире снова лабораторная азбука и мы продолжаем цикл программ посвященный анализам у нас гостях сафон ванна петровна директор по продуктовой политики лаборатории лабквест и антон родионов врач терапевт кардиолог доцент сеченовского университета добрый день итак сегодня у нас самое интересное самое простое при этом самое сложное из того что можно представить себя из лабораторных анализов это общий анализ крови то есть то что каждый врач должен вот прям знать какой чинаш но к сожалению далеко не всегда он это знает наша задача сегодня постараться как можно более простым языком рассказать нашим коллегам что действительно важно в анализе крови что можно на что можно не обращать внимание что нужно обязательно знать и когда надо бить тревогу на самом деле да то есть и в каких клинических ситуациях это тревога имеет реальный клинический смысл антрон сначала вам вопрос самый простой вот просто что мы видим в общем она когда вот мы говорим общий анализ крови у нас у нас существует краткий общий анализ крови и развернутый общий анализ крови да также там есть некая лейкоцитарная формула скорость оседания эритроцитов который в краткую формулу не в краткий анализ не всегда входят что реально мы видим и что реально нам может предоставить лабораторный диагност когда врач заказывает общий анализ крови пациента взяли кровь отправили в лабораторию ну в первую очередь нужно отметить что на сегодняшний момент все коммерческие лаборатории они предлагают скажем так но не только коммерческие как бы и кустарственные несколько вариантов общего анализа крови есть общий анализ крови с лейкоцитарной формулы есть общий анализ крови без лейкоцитарной формулы есть общий анализ крови с лейкоцитарной формулы и сои соответственно вот как бы основные следующий момент который возникает это взятие биологического материала Потому что общий анализ крови, есть два варианта, можно взять капиллярную кровь и можно взять венозную кровь. А сразу, есть глобальная разница между анализом крови из капиллярной крови, из пальца и венозной крови? Для конечного потребителя, для доктора критически важно обозначать для лаборанта и для медсестры, какой именно анализ крови мы берем, капиллярную кровь или венозную? В приоритете всегда, если вы хотите получить хороший анализ, лучше брать стандартизованную кровь венозную. Хороший анализ уже звучит хорошо. Хороший анализ венозный. Если это значит хороший анализ, а плохой будет капиллярный. Просто капиллярная кровь, на самом деле, она не предназначена для широкого круга пользователей. И в первую очередь используется для маленьких детей, у кого нельзя получить большой объем крови. И для пациентов, для которых существует высокий риск кровотечения, который невозможно будет остановить. И также это актуально для тех пациентов, кто имеет большую степень ожогов, например, и для них критично получить кровотечение. Ну, то есть, когда невозможно, в принципе, взять общий анализ крови из вены. Ну, я так понимаю, когда критично еще скорость. Или когда плохие вены. Ну, нам быстро уколол, получил, раз, все быстро, туда-сюда. На самом деле, по скорости это абсолютно одинаково, получение такое-другое. Но просто, когда берется капиллярная кровь, есть ряд ограничений. Потому что здесь имеет значение, то есть, насколько, ну, кровотечение хорошо есть в пальцах в первый момент. Насколько хорошо сделан прокол, как правильно собрали кровь. Потому что очень важно, вот когда делается прокол пальца, первая капелька убирается. И потом очень важно, чтобы кровь правильно по капилляру стекала в пробирку. Потому что, если эту кровь собирать, соответственно, вот с пальца, да, вот таким вот давлением, и она будет растекаться по пальцу, то, во-первых, уже начнется процесс агрегации, что, конечно, скажется на конечном результате. И будет попадать жидкость, которая, в принципе, ну, не имеет отношения к цельной крови. Я помню, как у меня брали кровь в поликлинике, которая относится к первому меду. Сейчас мы узнаем психотрамму доктора. Мне очень понравилось. Там было две медсестры в процедурном кабинете. Значит, одна мне проколола палец, и начала вот эту вот историю с выдавливанием крови. И вторая, значит, молодая девушка давила, вторая увидела. Маша, ну что ты даешь? Ты все эритроциты ему поддаешь, она сказала. А можно я пользуюсь случаем? Моя Аня Петровна, тоже вопрос задам, касающийся преаналитического этапа. Вот, по-моему, священная корова советской лабораторной диагностики. Анализы крови все надо брать натощак. Вот меня тоже когда-то учили, что там после еды, там какое-то колоссальное количество лейкоцитов вдруг откуда-то выбегает. Вот вообще, насколько это значимо? Потому что, по-моему, для глюкозы я понимаю, зачем ты это. Там можно брать не натощак, но только когда ты знаешь, что ты хочешь получить. Потом только галку поставь, что она не натощак сделана. А вот что касается общего анализа крови. Насколько это важно, кстати, реально? Ну, как бы так, люди-то бывают разные. Но для врача клинической лабораторной диагностики важно, чтобы в крови не было хелиоза, гемолиза и все остальное. То есть понятно, что если у человека был плотный прием пищи, а люди бывают разные, есть тучные, худые, с разным метаболизмом, и появляется хелиоз, то это будет влиять или гемолиз. Особенно. Представляете, ну что такое общий анализ крови с гемолизом? То есть вы получите результат, потом долго будете ломать себе голову о том, что же случилось. Почему-то кто-то раздавил эритроциты. А раздавил ли кто-то эритроциты? Может быть, пациент у вас вот через 3 минуты окажется в реанимации. Я все-таки как кардиолог, я часто использую биохимический анализ крови. Мы там смотрим постоянно, у нас есть своя священная корова, которая называется липидный спектр. И в общем сейчас клиницисты европейского сообщества договорились и выпустили консенсус, что не обязательно смотреть липиды натощак. То есть да, если вы получите хелиоз, но это бывает редко. Пациенты все-таки с тяжелой гипертреглицеридемией, ну тогда переберете. Но в принципе сам показатель липидного спектра, они практически нечувствительны к приему пищи. Мне кажется, что на самом деле вот эта вот история с анализом крови натощак, на самом деле, является таким адским пережитком прошлого. Которые вот когда-то вот думали, вдруг будет хелиоз А, а сейчас мы понимаем, что ну будет хелиоз и будет, и ничего страшного. Единственная проблема это коммерческая, да, что вы взяли кровь, заплатили денег, тут хелиоз, кто будет брать как бы и платить за следующий анализ. Завтра придете сдадить антитела к ВИЧ строго натощак. Вот это вот вся история с анализом натощак, про это кстати надо говорить. Если действительно необходимость, мне кажется, что сейчас реальной необходимости, да, ну можно сказать, что просто не ешьте там, я не знаю, слона, да, там, не съедайте с утра, в принципе ничего страшного. Ну окей, вот анализ крови общий с лейкоцитарной формулой и соя, это все-таки золотой стандарт или зачастую нужно достаточно одного анализа крови, лейкоцитарная формула никому не нужна, а соя и подавно. Но это зависит от того, какие задачи врач ставит. То есть все-таки определяет врач, какую он хочет получить конечную историю, согласен, для лаборатории критически важным является вот это вот, там же надо считать вручную все эти истории, или сейчас все-таки считает некий робот эту историю, все вот эти моноциты, ретикулоциты, лимфоциты и прочие нейтрофилы. Ну скажем так, лаборатории бывают разные, есть лаборатории коммерческие, вот для коммерческой лаборатории, у которой большой поток, у них у всех стоят практически анализаторы одного типа, то есть которые рассчитаны на большой поток, они могут смотреть до 900 проб крови в час, соответственно, и для них в принципе это, ну это стоят анализаторы нового поколения, они очень интересно устроены, то есть у них подсчет делается по клеткам с неразрушенными ядрами. И для лабораторий, в принципе, вот как бы это такая история, вот для таких лабораторий здесь можно некоторыми вещами пренебречь. То есть это уже не сидит бабушка и в микроскопе с иголкой не считает эти... Более того, сейчас даже стоят во всех приборах зашито несколько вариантов красителей, которые сами готовят мазки, и врач просто просматривает потом... Зашитая бабушка с микроскопом. С микроскопом и, да, очень мощным калькулятором. Анна Петровна, вот важный, на мой взгляд, вопрос, потому что каждый раз вызывает панику реально и у врачей, и у пациентов вот эти вот прекрасные форменные элементы лейкоцитов уже даже и крови, да, вот эта лейкоцитарная формула, в которой присутствует куча страшных названий. И при этом есть два варианта результата. То есть результат абсолютный в цифрах и относительный в процентах. Оно вообще зачем? То есть недостаточно просто... Или тупого доктора, который не знает, какое должно быть соотношение. Или это... Есть в этом какой-то сырмяжный смысл с точки зрения лабораторного диагноста? Почему выдаются результаты в двух форматах? Это же лаборанты придумали. Дело в том, что анализаторы считают вот эти вот форменные элементы на объем крови. Мы же выдаем на литр. А если вы возьмете классическую формулу, когда раньше же считали, на 100 клеток. То есть вот у вас есть препарат покрашенный на стекле, да? И мы считаем на 100 клеток. Сколько на эти 100 клеток там эритроцитов, лейкоцитов и всего. И потом выводим вот эту лейкоформулу. Сейчас считается на объем жидкости. Поэтому есть два показателя. По старому, по новому. А, то есть есть как бы два варианта. Все, теперь я даже не знал, что это такая интересная история. Мне всегда казалось, что это процент отношения друг к другу. В общем объеме. Круто. Окей. У нас есть еще такие дополнительные показатели, как гемоглобин. Который мы всегда определяем. Может, он основной, а не дополнительный, наверное, да? Гемоглобин, соответственно, гематокрит. Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах. И что там еще есть? Объем эритроцитов. Объем эритроцитов, да. А вот эти элементы, они входят в любой анализ крови, я так понимаю. Да, абсолютно. Это действительно так важно, чтобы мы все знали объем эритроцита? Или, опять же, он считается машинным, или это человек считает? Нет, это все считается машинным. Соответственно, это важно для того, как вы хотите определить у человека, какой у него тип анемии. Понятно. То есть, если, например, это анемия, связанная с недостатком фолиевой кислоты или витамина В12, то там будет, соответственно, низкий объем эритроцита, соответственно. И низкий... Большой, наоборот. Большой, да. Да, да, да. Большой объем. И, наоборот, соответственно, это будет анемия, связанная с железодефицитом. Понятно. Антон Владимирович, к вам. Вы, как терапевт, я думаю, ежедневно назначаете общий анализ крови. Ну, без этого никуда. Ну, между прочим, не ежедневно, потому что я хочу напомнить, что я, конечно, терапевт. Я отзываюсь на терапевта. Да, между прочим, вот как кардиолог я иногда ограничиваюсь биохимическим анализом крови. Потому что у меня зашита, мой анализатор, зашита очень важная формула. Вот назначай ровно то, чего мне реально нужно. И, как правило, для моей практической деятельности, мне действительно достаточно там 5-6 показателей биохимического анализа крови. Но есть ситуации, когда общий анализ крови я тоже назначаю. Потому что, естественно, пациенты бывают коморбидные и много всякого всего бывает. Но первое правило, если ты назначаешь любой анализ, то объясни себе прежде всего, потом уже пациенту, потом страховой компании, зачем, что ты хочешь от него получить. То есть, какие изменения ты ищешь. Прости, у меня папа в свое время как доктор, у него была обожаемая им фраза. Я до сих пор не знаю, может, ты знаешь, откуда она взялась. Клиника Прима, лаборатория Секунда. То есть, сначала клиническая картина, потом лабораторные анализы. В общем-то, да. У нас это немножко по-другому называлось. От школы Владимира Ивановича Маколкина. Три этапа диагностического поиска. Но неважно. Суть одна и та же. То есть, ты все-таки ушел от этой стандартной формулировки терапевта, кардиолога даже, что пришел пациент, возьми общий анализ крови. Ушел давно. Я читаю лекции студентам. Я работаю на кафедре факультетской терапии. Студенты третьего курса приходят. И, естественно, мы их там учим как надо. И, например, моя любимая артериальная гипертензия. Это большая часть моей работы. И, вроде бы, действительно в стандарты обследования пациенту надо делать общий анализ крови. Я задаю вопрос студентам. А зачем? Скажите, пожалуйста, зачем гипертоника общий анализ крови? 99% студентов отвечают. Ну как? Это же так полагается. Ну это же вот. Ну как? Ну общий анализ крови, он же это же наше все. А вдруг чего? Да нет. Это не так. Потому что, да, формально есть болезнь полицитемия. Очень редкая, которая может быть причиной вторичной артериальной гипертензии. И да, действительно, общий анализ крови он недорог. Поэтому его вот когда-то там при царе Горохе включили в стандарты. И ни у кого рука не поворачивается его оттуда убрать. Но я понимаю, что это редкая болезнь. И в реальной клинической практике я не всегда даже этот анализ назначаю. То есть прежде всего, действительно, пойми, даже для общего анализа крови, что ты хочешь там увидеть. Конечно, если это пациент, скажем так, второй половины жизни, который давно не обследован, то, конечно, ему есть смысл сделать общий анализ крови. Ну элементарно, потому что это запросто может быть пациент, получающий там аспирин, антикогулянты, да и вообще даже пациент, который имеет возможность каких-то злокачественных новообразований. Я могу у него увидеть анемию, клинически невыраженную, и тогда завертится какой-то маховик. Здесь же всегда есть полка о двух концах, которые боятся врачи в нашей стране особенно. А что если пропустим что-то? Мы не сделали анализ крови, а потом выяснится, что у него какая-нибудь злая анемия, мы ее пропустили, нас за это накажут. Это же тоже как бы у людей, ну то есть у людей есть разная мотивация для произведения тех или иных действий. Есть там мозг как мотивация, то есть действительно клиника прима лаборатории секунды, мы должны сами себе в первую очередь и пациенту в том числе объяснить, зачем мы делаем каждое диагностическое исследование, оно должно быть обосновано. Если мы не можем его обосновать, у нас есть стандарт, да, для того, чтобы вот его выполнить, среднестатистический доктор не думал, надо ему это или не надо. То есть выключил мозг, включил стандарт. Есть третья история, это карающая длань как бы нашего правосудия, которая говорит, если ты не сделал по стандарту анализ крови, а у пациента что-то выявилось, ты дурак, мы тебя посадим. Ну условно говоря. Ну это в конце концов тоже мотивация. С другой стороны есть тоже замечательный поговорка, стандарт это защита больного от гениальности врача. Ну в конце концов, если ты сидишь на своем рабочем месте, ты должен выполнить какой-то алгоритм, ну значит выполни его, ну что же делать-то. Недаром вот коллеги, которые работали в Америке, они говорят, вот там мозги по-другому работают. То есть у нас там клиническое мышление, ты там включаешь Захарина, Виноградова и Боткина, и пытаешься там анализировать что-то, подключать свою эрудицию, а там на каждый синдром есть определенный план обследования. И неважно, ты можешь быть каким угодно Захариным, ты можешь понимать, что да, это вот 90% вот это, но все равно ты должен выработать определенный стандарт, потому что он тоже сделан непросто так. Не дураками. Как это воинские уставы написаны кровью. Но здесь есть своя логика, и я в свое время общался с одним из основателей так называемой доказательной медицины, профессором Ешки канадским, который мне сказал очень хорошую вещь по поводу вообще всей этой истории из доказательной медицины, который про анализы очень много на самом деле говорит. Все считают, что это только про лекарства, но на самом деле там есть много и про исследования, нужные, ненужные, когда нужные и так далее. Он мне тогда сказал очень интересную фразу о том, что мы когда это делали, там, в начале 90-х годов, мы понимали, что нам не удастся подготовить 100% хороших врачей. Какое бы ни было образование, всегда найдутся люди, которые хорошо пишут тесты, которые могут выучить и потом забыть, которые станут врачами, и при этом хорошими врачами не будут. Поэтому мы решили разработать систему, при которой среднестатистический врач не пропустит среднестатистическую болезнь. И при этом всегда оставляем место на 5% хороших и гениальных врачей, которые могут выйти out of pocket, выйти за пределы вот этого стандарта, выйти за пределы гайдлайна, либо сократить, либо увеличить, уже своим интеллектом, дойдя до какой-то истории. Чтобы нарушать гайдлайны, надо их очень хорошо знать, и надо понимать и знать, на основании чего сделана эта позиция, и почему вот в этот раз ты считаешь возможным сделать иначе. Буквально вчера я общался с представителем иммунологов, такая редкая и странная специальность, но с очень таким правильным иммунологом, заместителем директора института Рогачева, Дима Рогачева, которая сказала, что вообще каждому человеку раз в год надо бы сдать анализ крови общей, как раз метко попало в тему нашей программы, потому что это может помочь выявить вдруг, случайно, первичный иммунодефицит в любом возрасте, так или иначе. Что есть первичный иммунодефицит, который дефицирует в позднем возрасте, есть первичный иммунодефицит, который депутирует в раннем возрасте. То есть детям ежегодно, взрослым раз в 3-5 лет, было бы неплохо сдавать анализ крови общий. И на основании этого делать некий вывод о том, что все нормально с организмом, жизнь неплоха. Насколько ли это так? Очень неожиданно, потому что все-таки, насколько я себе представляю, иммунодефицит это болезнь достаточно выраженная. Что такое иммунодефицит? Он говорит, что не всегда. А тогда зачем лечить? А зачем лечить то, чего не выражено, вот в отношении иммунной системы уж. То есть иммунодефицит, я когда со студентами эту тему обсуждаю, мы обычно на пневмониях этого касаемся, пневмония у лиц с иммунодефицитом. Я их спрашиваю, что такое иммунодефицит с точки зрения врача? Не обыватели на лавочке. Правильный ответ, когда у человека развиваются инфекции, вызванные оппортунистической флорой, то есть то, чему мы не можем заболеть. Когда инфекция вызывается тем, что условно-патогенная, что не вызывает заболевания у нормальных людей. Так если нет этих проявлений, чего там искать? Зачем? Просто дальше вопрос. Хорошо, вот увидишь ты у этого несчастного ребенка снижение какого-нибудь лейкопению. Что ты дальше будешь делать? Ты же его, извините, изнасилуешь потом и его, и его родителей. Это повлечет за собой каскад дорогостоящих, ненужных обследований, иммунограммы и так далее. Это же страшное дело. А потом это повлечет за собой каскад ненужного лечения, всевозможных иммуномодуляторов, каждый из которых имеет доказательную базу 0,0. Да, это я согласен. Но есть, окей, если мы подошли к теме ненужных анализов, мы обсудили, что действительно, у иммунологов свое представление, они видят эти иммунодефициты каждый день и говорят о том, что, блин, если бы мы увидели его на ранней стадии, нам было бы проще его лечить. Это всегда узкий специалист будет говорить про свою специальность ровно так, что вот, а вот если бы вы пришли там на 2 года раньше, нам было бы в 3 раза проще. Ну, это стандартная схема во всех специальностях. Окей, не будем даже об этом. То есть, на самом деле, это не совсем так, как мы решили только что. То есть, не надо, конечно, бегать, сдавать анализ крови каждый год или раз в 3 года, если нет никаких проблем со здоровьем. Но что делать в ситуации, вот, Анна Петровна, когда приходит анализ крови, и там есть выход за значение, например, вот этих процентов, то есть, соотношение форменных элементов крови в литре. Да, например, там, не знаю, нейтрофилы в процентном соотношении повышены к лимфоцитам и критикулоцитам. А все остальное в норме. Лейкоцитов нормальное количество. Но врач и пациент получают анализ, в котором куча цифр, куча референсных значений, так называемых. Кстати, мы сейчас поговорим про что это. Про то, что это такое. И вдруг красненьким выделено, что вот у вас нейтрофилов на 2% больше, чем нужно. И как дальше доктору и пациенту с этим красным квадратиком жить? С черным, как это бывает, или точечка, которая выходит за пределы скобки, стрелочка, которая показывает вверх. У каждой лаборатории свое изображение. Это вот нарушение референсных значений. В моем понимании, это вообще лишняя конструкция для анализа. Почему? Потому что доктор должен понимать, иметь возможность обнаружить выход за референсные значения. А для пациента это просто нагнетание паники. У меня есть что-то красное, есть люди тревожные, для которых это ужас ужасный. Насколько для лаборатории значимо выделять эти выходы за референсные значения? И что вообще берется за референс? Референсные значения – это средние значения, полученные в популяцию. Как средняя температура по больнице, включая высоколихорадящих и морг. Да, абсолютно. Но при этом 95% интервал. По 2,5% откусили, как полагается. Это медианное значение получается, фактически. Если по 2,5% откусили, можно сказать, что медианное. Да, но здесь еще для общего клинического анализа крови будет иметь пол пациента значение и возраст пациента. Потому что для разных возрастных групп и для разных полов свои значения. Но референс, тем не менее, один и тот же в общего анализа крови. Если я ничего не путаю. Нет, он для детей почему-то отличается. Он для детей отличается, но для пола-то точно нет. Для женщин. Для женщин, аномия. Мужчина у женщин. То есть, нижняя граница гемоглобина у мужчин и женщин разные. Хотя в референсе, да, там указано, что… Нет, по-моему, в референсе это не указано, а просто норма стоит от 120 до 160. Должно быть указано, у мужчин аномия ниже 130, у мужчин нижней границы референса 130. Нет, я это понимаю, я просто не помню, как в анализе. Нет, вы не помните, почему. Потому что лаборатория сейчас все работают в информационных системах, соответственно, ЛИСА. И автоматически, когда вы забиваете дату рождения, у вас к вашей дате рождения, к вашему возрасту выгружается из системы свои референсные значения. Вот так вот. Понял? Ну да, я не знал. А я не знал. Нет, выгружаются свои референсные значения. Это имеет и для общего… Там зашитая бабушка с микроскопом. Она не только с микроскопом зашита, она еще с калькулятором опасная бабушка. То есть, на самом деле, получается, что те анализы, которые мы видим, уже с референсом для конкретного человека или для конкретного ребенка, например. Да, для конкретного. Я, кстати, встречал реально у педиатров эту историю, что вот у вас там типа красненький, педиатр говорит, вы не парьтесь, это референс для взрослых. А по сути-то получается, что референс как раз-таки для детей отдельно сделан. То есть, есть современная лаборатория. Да, по возрастам при чем он сделан. Здорово. Я вот такое вообще первое слышу. Там очень широкий обхват идет на разные возрастные группы. Ну вот если выходит показатель за референсное значение, когда надо бить тревогу, а когда можно на это забить и вообще не реагировать. Ну, я возьму к примеру, то, что мы будем обсуждать дальше там когда-то, это биохимический анализ крови. Мы знаем, что если, например, печеночные ферменты там АСТ, да, или АЛТ повышены там на 2-3 единицы, то мы просто это игнорируем и идем дальше, да, потому что мы понимаем, что там пока это не в 10, 15, 20 раз превышение, для нас это вариант нормы. Хотя... Ну, нет, Павел Яковлевич, может, для вас это вариант нормы, ну, вообще печеночные ферменты, но если они даже в 2-3 раза повышены, это уже повод... Ну, хорошо, в 2-3 раза есть, да, о чем задуматься, но когда там 27 вместо 25, да, это не повод для того, чтобы на этом останавливаться. Но я так скажу, что у меня есть родственник, очень тревожный, который мне вот, он сдаст анализы, там, он большой любитель сходить сдать анализ, там звонит мне и говорит, у меня там АСТ 27, что мне делать, да, мне надо там уколоть... Слушай, ну, это же проще всего, запрети ему пить на пару месяцев, скажи, категорически жестко, строго, ни в коем случае, и потом перестать. Да, лучше на всю жизнь. Испортим ему жизнь. Да, ну, вот эти вещи мне интересны, вот эти вот истории, насколько они значимы, и как людям с этим жить? Ну, здесь, во-первых, как бы врач, который ведет данного пациента, он должен понимать, зачем он это назначил, да. Если пациент у него сидит совершенно здоровый, то надо понимать, есть такое понятие, как функциональные изменения, которые могут быть связаны с физической нагрузкой определенной, да, может быть, с пережитым стрессом. То есть разные есть. Прием лекарственных препаратов тоже может быть, такое, с изменением по ашкрови, там, есть свои, как бы, нюансы. Защелачивание. То есть это пошло защелачивание, тут-то лейкоциты и поплыли. Нет, не лейкоциты, там соя поплывет. Вот, кстати, соя. Несколько слов о соя, скорость оседания эритроцитов. Я помню эти странные приборы, на которых нам показывали еще в 2000 году, как надо считать скорость оседания эритроцитов. Сейчас это, ну, это тоже все делает, компьютер, робот, там, бабушка с микроскопом зашитая. Нет, ну, есть какие-то отдаленные регионы, где по-прежнему стоит капилляр и считают, что это... По Панченкову. По Панченкову считают. Вот тоже там, да, референсные значения соя, они тоже разные. И где-то это, вот вообще от чего это зависит? Где-то это 5-15, там, например, да, где-то до 25 нормой является. Это вообще как, ну, тут-то от возраста, окей, детям ладно, я сейчас про взрослых. Да, у мужчин и женщин, в принципе, скорость оседания плюс-минус должна быть одинаковая. Наверное, теоретически, у женщин в момент менструации может быть другая скорость оседания эритроцитов, наверное, теоретически. Теоретически. Ну, соя, это вообще такой самый таинственный показатель. Мне кажется, нет ничего страшнее, чем гоняться в поисках причины небольшого повышения соя. Помнишь, у нас даже на 6-м курсе была целая лекция... Синдром изолированного повышения соя. Да, синдром увеличенный, почему-то ее называли синдром ускоренный, хотя это патология синдрома увеличенной сои. И вот там в погоне за увеличением сои мы пытались исключать там мелому, ну, правильно исключали мелому, паропротеиноми, но есть огромное количество пациентов, особенно старшей возрастной группы, у которых действительно, вот, ну, не почему, вот, почему, ну, не почему. Вот приходит пожилая женщина, там, 83-х лет, и хорошо, вот, когда она говорит, доктор, ну, у меня 30 лет уже, вот, соя 60, ну, и слава богу. И тут я выдыхаю, и вот даже дальше ничего делать не буду. Ну, соя 30 лет, 60, ну, и так бывает. То есть, опять же, соя показатель, который крайне сложно анализировать изолированно. То есть, причин повышения сои вот 1000-100 одна. Любое воспаление, там, условно говоря. Да, но все это надо анализировать в сочетании с клинической картиной, с какими-то другими маркерами тогда. Потому что, если ты рассматриваешь это как острофазовый показатель, ну, тогда найди себе в компанию что-нибудь, с КСО, еще там, какую-нибудь диспотеиномию. Вот это, кстати, очень интересно, что зачастую мы действительно пытаемся интерпретировать анализы в отрыве от клинической картины, да, по той или иной причине. Но это связано в том числе и с тем, что сейчас у людей, в отличие, там, от 50 лет назад, когда это было просто технически практически невозможно, человек может прийти в лабораторию, которая у него в подъезде прямо находится фактически, да, и сдать любой спектр анализов. Пойти сделать все КТ, МРТ, кучу УЗИ, ЭКГ, эхокардиографию, через пищеводное эхо даже может напроситься, даже ангиографию может сделать. А потом прийти и сказать, доктор, интерпретируйте вот это вот безумие, которое у меня получилось. Ты анекдот помнишь, как врачи разных специальностей пошли на охоту? Когда там психиатр долго думал, утка это или нет, она улетела. Потом там в последней часть, когда на шум в кустах хирург вскидывает ружье, говорит, потол ганатов, говорит, иди посмотри, что я там завалил. Ну, там длинный анекдот, я его сократил, но смысл вот в это, динамит кинули, да, теперь иди посмотри, что там всплыло. Мы заодно и проверим, что произошло. Вот здесь, да, вот этот вопрос, когда приходит человек, у него там повышены ретикулоциты, да, или там повышено сои, лаборатория дала анализ, как бы, да, дальше разбирайтесь сами. То есть, вот это вот оно, ну, я понимаю, что это бизнес, да, для лаборатории это просто nothing personal, just business. Да, человек пришел, заплатил денежку, получил анализ, а потом вот Антон Владимирович сидит и мучается, да, и думает, откуда у бабушки 60 соя. Ну, сколько угодно, да, иногда пациенты действительно приходят не потому, что их что-то беспокоит, а потому, что у них много, много красных пятнышек в анализах. И иногда действительно эти красные пятнышки они требуют, ну, я имею в виду то, что выходит за референс, имеют какой-то смысл, надо с ними что-то делать, например, часто приходят, ну, опять же, извините, кто о чем, кардиолог о липидном спектре, приходят пациенты с гиперхолестериномией, вот, а иногда это какие-то, да, сдвиги в анализе крови. Кстати, часто ведь, ну, мы еще не дошли до лейкоцитарной формулы, вот этот сдвиг в лейкоцитарной формуле, и говоришь, ну, наверное, вы, может, у вас какая-то простуда была пару месяцев назад, он говорит, ну, была, ну, вот, и что, и все, и до свидания. Ну, вот, насколько лаборатория может на это воздействовать, условно говоря, там, может быть, вообще надо убирать лейкоцитарную формулу из анализа, если показатели не имеют очевидной значимости, ну, к примеру. Ну, что, они имеют очевидную значимость, только ты должен понять, когда, мы же понимаем, бороться с тем, что пациент сам приходит в лабораторию и сдает анализ. Ну, это патовая ситуация. патовая. Скоро, вот, законодательство не запрещает, да, лабораториям хорошо, пациентам тоже хорошо, нам плохо, ну, неважно, все нормально, система работает так, как должна работать. Вот, то есть, мне кажется, здесь смысл, ну, мы воспитываем пациентов, вы тоже занимаемся каким-то просветительством, мы осчастливливаем, значит, лучами своих мозгов скромных, вот, осчастливливаем нашу публику, вот, но мы сейчас, все-таки, говорим о коллегах, мы сейчас говорим о врачах, мы говорим о врачах, которые тоже вынуждены вот с этим сталкиваться, ну, я, например, бы просто, вот, в формате дискуссии, вообще бы предложил, условно, на один процент повышенный ретикулоцит, и просто пациенту не выдавать. Ну, условно говоря, убирать и все, ну, потому что врачи зачастую не могут объяснить правильно, они сами не понимают, мы же не можем, то есть, мы должны прийти к какой-то абсурдной конструкции, на самом деле, да, то есть, понимаете, здесь же как бы абсурд общего анализа крови и нарушения его референсов, вот, в таких значениях, оно, он заключается в том, что у нас есть норма, и есть не норма, у нас третьего не дано, при этом пациент каким-то образом должен смириться с тем, что его не норма, это на самом деле норма. Ну, на самом деле, третье дано, вот опять же, извините, я снова о липидном спектре, просто для нас это больная тема, вот там есть, вот там есть референс, есть как бы некая норма, а есть целевые значения, то есть, референс лаборатории, вот мы сколько боролись с одной сетью лабораторной, которой они говорят, ребята, отстаньте от нас, вот наборы мы закупили, там написан референс, мы его обязаны по правилам лабораторного дела вынести на лист, мы говорим, ребята, но этот референс, он был референсом 20 лет назад, сейчас есть целевые значения, а нам руководитель лаборатории говорит, и что, ну это ваша проблема, ну вот и работайте, хорошо, зачеркните этот референс, объясните пациенту, что такое целевое значение, а целевое значение определяется степенью риска для каждого пациента. Есть же показатели, ну вот скажем, возвращаясь к анализу крови, гемоглобина, если говорить о биохимии глюкоза, где совершенно четко, вот это уже, ну давай вернемся к анализу крови, вот это анемия, а это еще не анемия, например, ну женщин, допустим, вот 119, это уже анемия, а 121, это еще не анемия, для глюкозы, вот 6,9, это еще не диабет, а 7,1, это уже диабет, при этом понятно, что риск, наверное, степень риска у пациента с глюкозой 6,9, и 7,1, она не очень сильно отличается, ну да, она вот такая неопределенность, я же понимаю, о чем идет речь, но да, формально, если 7,1, два раза, я должен ставить диагноз диабет, да, формально, если гемоглобин 119, у женщины я должен ставить диагноз анемии, вот, но я же понимаю, о чем идет речь, я понимаю, что, может быть, я и при гемоглобине, там, 121, попрошу ее сделать, ферритин, если, например, есть какие-то симптомы, клинические проявления железодефицита. Сразу вопрос, Анна Петровна, а есть у нас погрешность у прибора, вот, на самом деле, в таких значениях, там, условно, действительно, когда 119, это уже теоретически анемия, 120, это уже теоретически не анемия, а погрешность там невозможна, в 2-3 единицы, вот, даже чисто технически. На общем анализы крови нет, такой погрешности нет, потому что смотрится очень большое количество показателей, соответственно, и до тысячных выдает он. Ну, другой вопрос, что пациент же может меняться, то есть у пациента может меняться, ну, какая-то волемия, да, там где-то, да, где-то, вот, допонировались эритрации, сегодня допонировались, завтра не допонировались, мы же сколько угодно видим ситуации, когда пациент сдает, там, с интервалом в пару дней показатели, которые, казалось бы, должны быть относительно стабильными, и получаем довольно разные результаты. А тебе как терапевту, например, лучше интерпретировать уникальный, единичный анализ, или анализ, например, с интервалом в неделю, чтобы посмотреть на динамику. Для, ну, например, пациент идет на первичный прием, вообще, понятно, что в идеале он должен прийти без анализов, терапевт должен назначить анализы, анализы потом посмотреть. Если он приходит с анализом, лучше, чтобы у него был один анализ, или два, с интервалом, с каким-то. Ну, все зависит от клинической ситуации. Нет, условно, у него там повышенная соя, нормальная соя, или там повышенный гемоглобин. А, например, когда гемоглобин повышенный, 168, например, это же тоже ситуация, которую надо как-то интерпретировать. Надо, первый вопрос. Курильщик, не курильщик. Это я свою карьеру начинал медицинскую консультантом, врачом-терапевтом в урологической клинике. И вот там вот прям все вот заходят, открывается дверь, впереди пациента заходит такой густой запах прокуренной одежды, вот, открываю, и гемоглобин там, 175, там, 180. первый, понятно, курильщик, но еще, кстати, рак почки сам по себе тоже может давать. Повышать. Повышать, да. Ну, то есть такая тоже конструкция, зачастую просто, опять же, это может быть гиповолемия там какая-нибудь, не гиповолемия, как гиповолемия. Нет, если есть серия анализов, ну, конечно, это проще, то есть иногда это сложнее, когда они противоречат друг другу, и ты начинаешь там думать, да, кто, а кто и где врет, где эта путаница, почему анализы так сильно отличаются. Здесь же еще смешная история, может быть, есть данные анализы в двух лабораториях, у них отличаются референсы, а еще интересно, когда у них отличаются вообще единицы измерения, и вот тут вообще может наступить клин вообще. С единицами измерения там проще, там на 10, если гемоглобин там на 10 дели, умножай, и будет тебе счастье. 14 и 6 и 146, да. Будет тебе счастье, да. Бывает, иногда доктора, кстати, не замечают такие истории, начинается паника, этот человек умирает, особенно молодые доктора, но, в принципе, это зависит от тест-системы, то есть от той техники, которая стоит в конкретной лаборатории, то есть принять единую конструкцию по всей стране, например, мы не можем. Но этих наборов, которые закупают, то есть в машину загружаются какие-то наборы, которые тоже имеют референс. Собственно, эти референсы, я так понимаю, не на машине, они же на наборах пишутся. А, то есть машина. Ну да, логично, что киты должны быть помечены. Окей. Хорошо, вот такие показатели, на которые меньше гораздо обращают внимание, как, например, гематокрит, он вообще стандартному человеку, который не в реанимации, он вообще нужен? Ну, мне, например, для моей такой плановой практики, он не очень нужен. Понятно, что мы там по гематокриту, он важнее для пациентов с острой кровопотерей. Ну, это же там в реанимации. Да, или там долит, не долит, после операции. Опять же, все зависит от того, кем ты работаешь и что у тебя за публика. Потому что, наверное, человек, который занимается химиотерапией, лейкозов, он совершенно другие вещи расскажет. я, допустим... Нет, 100% мы сейчас говорим о классической ситуации, когда человек относительно здоров, пришел к терапевту, там, ну, с какой-то своей минимальной проблемой, его не привезли на скорую, он не умер в процессе, как бы, обследование его не воскресили, и не по этому поводу не сделали анализ крови, да, то есть, мы говорим о относительно здоровых людях, поэтому, мне просто интересно, например, что некоторые, мне кажется, что из стандартного анализа крови надо просто некоторые вещи исключать, да, для того, чтобы людей не вводить, скажем так, в искушение неочевидных действий, да? Ну, они же расчетные, там много же показателей расчетных, и, в общем, они не так дороги, но они не так затратны для лаборатории в этом общем потоке, еще и померить себе гематокриты, Интересно, вот, риди-кулоциты, моноциты, вот эту всю, как бы, лейкоцитарную формулу, я думаю, что это достаточно затратная конструкция, относительно, там, просто посмотрите, элитроциты, лейкоциты, тромбоциты и соя, с гемоглобином, да, это одна конструкция, но разница глобальная между стоимостью анализа, вот, без лейкоцитарной формулы и с лейкоцитарной формулы, для лаборатории. Ну, разница есть в цене, да, там будет небольшая разница в цене. Это за ровно. Надо будет доплатить немножко. Не, я понимаю, что это, мне просто кажется, что мы в какой-то момент времени, да, если взять 30 лет назад и сегодня, мы перешли через какой-то рубикон, такой очень смешной, что 30 лет назад лейкоцитарная формула, ну, хорошо, 40 лет назад лейкоцитарная формула, это было некое чудо, да, и всем очень хотелось на нее посмотреть, а вдруг что? Сейчас мы реально понимаем, что даже для назначения антибиотиков, нам по сути лейкоцитарная формула не сильно помогает. Но если мы видим там сильный лейкоцитарный сдвиг и признаки вирусной инфекции, мы понимаем, что, наверное, антибиотики не надо. Но часто мы назначаем антибиотики по другим как бы показаниям и показателям. Ну, к примеру, я сейчас говорю, может быть лейкоцитарную формулу все-таки не так часто делать, как делают ее сейчас, доктора заказывают, или... Я, кстати, ловлю себя на том, что вот я обычно не детализирую, если мне там пациент пришел и, ну, допустим, тот самый пациент не обследованный второй половины жизни, ну, сделайте вот общий анализ крови, там запятая, дальше идет перечисление показателей биохимического обмена. То есть, ты не требуешь лейкоцитарную формулу? Я ее не требую активную, но я ее получаю всегда, потому что пациент идет в какую-то лабораторию, где по умолчанию это все зашито, ему по умолчанию все это делают. Вот это правильно или нет? Может быть, это правильно? Может быть, таким образом мы скринируем условно редкие гематологические болезни, которые могут у него вылезти и по формуле именно, да, там у него там по сниженным монацитам какими-то там или увеличенным, я не знаю. То есть, нужно ли иметь этот тумблер отключения лейкоцитарной формы. Я к чему иду? У нас вот есть три варианта анализа крови фактически. Общий анализ крови, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и соя. А на самом деле мы-то назначаем ОАК, общий анализ крови чаще всего мы не пишем с ликоцитарной формулой ИСОЯ. Может быть, надо убрать вообще, например, общий анализ крови и общий анализ крови с ликоцитарной формулы, а оставить только максимально расширенный? Уж коли все равно его всем делают. Ничего подобного. Как бы лаборатория работает не только с физическими лицами, лаборатория работает еще и с корпоративными клиентами, которые, как правило, являются медицинские центры. И не все медицинские центры назначают широкий общий анализ крови. А потом в рамках профосмотров, например, идет большое количество обследований. Там не требуется этого. Поэтому у лаборатории всегда в ассортименте есть несколько вариантов. Логично. У меня там мысли как раз просто, чтобы люди не путались, особенно врачи. Ну, строго говоря, для ответа на твой вопрос, опять же, надо подключать инструменты доказательной медицины. Потому что мы сейчас, ты нас выводишь в область эмоций. Ну вот скажи там, Антон, вот надо, а может отключить? А Антон говорит, ну давай отключи. А по большому счету это же надо просчитывать. То есть надо просчитывать, какая популяция, какие затраты экономические, чувствительность, специфичность. Какова вероятность того, что ты получишь не то, что нужно, и уйдешь не туда. То есть дальше надо садиться в пабметы, искать работы, которые оценивают эффективность. Ну то есть по сути мы приходим к показателю number need to test, условно говоря. То есть сколько мы должны оттестировать людей, чтобы путем вот этого сплошного скрининга, скажем так, популяционного фактически, потому что я не знаю количество... Сколько анализов крови делает лаборатория LabQuest в среднем в день? Мне даже интересно. Много. Ну то есть это тысячи. Много. Это тысячи анализов, я думаю, даже десятки тысяч анализов. Ну если попускная способность прибора 900 в час. 900 в час, ну то есть в день прибор, я думаю, сильно не простаивает. То есть блин, это там 10 тысяч, 20 тысяч в день исследований. Это один из самых заказываемых показателей. А сколько из них не нужно? Слушай, приходят, меня больше всего пугает, когда пациент приходит и вытаскивает на стол вот такую пачку. Но страшнее только, когда этот пациент, когда ему там лет 30. И ты понимаешь, что стоимость этой папки, там можно было, ну не квартиру, но машину точно можно было купить. Слушай, ну здесь другая есть сторона. Я с тобой согласен, с одной стороны, что вроде как мы всегда говорим, и там и про светительской своей деятельности мы всегда рассказываем. И ты, я слышал, говоришь, что мы не лечим анализы. Это как бы нормальная практика не лечить анализы. Ну мы не лечим анализы, но с другой стороны есть разделы медицины, которые, конечно, лабораторные. Потому что ты можешь быть там Захариным и Боткиным в одном лице, но с анемиями, без не имея анализа крови, ты не разберешься. С лейкозами ты не разберешься и даже вообще никуда двигаться не можешь. Нет, сто процентов. Я, например, достаточно часто имею дело с анемиями. Вот это пациенты, которые к кардиологу приходят. Пришел человек с одышкой. Выясняется, что это одышка, следствие тяжелой, медленно прогрессирующей какой-нибудь B12-дефицитной анемии. Он к тебе пришел с гемоглобином 56. Вообще, ну нет, B12-дефицитная анемия, это вообще чисто лабораторный диагноз, потому что она имеет столько масок, что ты вообще без лаборатории там вообще никогда не разберешься. Там и фуникулярный миелоз, и B12-дефицитная цифлопатия, и B12-дефицитная полинеиропатия, и что хочешь. Только в неврологии есть три состояния, которые связаны с B12-дефицитом, и там реально ты получаешь человека. И почти всегда, если ты не знаешь диагноз, возьми B12 и гемоглобин там посмотри. Нет, есть ситуации, когда анализ крови, безусловно, нужен. И мы совершенно четко понимаем, что это не тот анализ, который, знаете, можно выбросить там, условно, как ЭКГ покоя там. В свое время все говорили, что нафига нужны ЭКГ покоя, да, там, типа, он выявит инфаркт у одного из 25 тысяч, там. Но это тоже вопрос, надо ли выбрасывать ЭКГ из всех профосмотров и так далее. С общим анализом крови ровно так же. В профосмотрах мы делаем общий, Анна Петровна упомянула, делаем общий анализ крови, даже вот просто без ликоцитарной формулы и так далее. А мы не очень понимаем же, эти все профосмотры, они же сделаны, там, еще чуть ли не при Симашко придуманы. Ну, их все равно подкручивает регулярно. Они же все-таки не нами придуманы, ведь есть и чекапы, и у них. Просто у нас это называется менее благозвучным словом диспансеризация. А хочешь пройти диспансеризацию за деньги, это будет чекап. Ну, есть еще понятие скрининга, но все-таки полувзрастной скрининг, это немножко более правильная конструкция. У нас же, кстати, профосмотры, они тоже диспансеризация, ну, вернее, профосмотры, они же еще и по профессиональности. Да, я просто участвовал в этом деле, работал некоторое время, там еще зависит от того, чем человек занимается. Ну, на самом деле, да, есть свои нюансы, хотя мне кажется, что все равно значимость общего анализа крови, на самом деле, при всей его медицинской, опять же, тавтологии, значимости сильно преувеличено. То есть, вот его назначение в тех объемах, в которых Анна Петровна говорит, там, 20 тысяч в день только в одной лаборатории, а лаборатория у нас таких десяток, как минимум, да, то есть, это сотня тысяч анализов, производимых в день, это, естественно, не нужно для медицины. Это совершенно лишнее и для медицины, и для пациента. С другой стороны, мы понимаем, что наш страх что-то пропустить, уходить наши какие-то представления, углубившиеся в нас еще с молодых студенческих лет, и наше там и медицинское понимание, что да, это может выявить анемию, которую мы не поймаем иначе никаким образом, что это может, я не знаю, выявить гематологическое заболевание или еще какую-то проблему, нам не дает от этого уйти в любом случае. И, может быть, и уходить-то от этого и не надо. Ну да, этот анализ крови стоит, сколько себестоимость анализ крови в лаборатории? Рублей 100, наверное. Надо 100 рублей. Ну, для конечного потребителя 300-200-300 с учетом курьерской доставки и прочих сложностей внутренней лабораторной кухни. Ну да, 300 рублей, но, с другой стороны, существует огромное количество пациентов, которые успокаиваются и свою тревогу могут снизить уровень тревоги за счет относительно нормального анализа крови. Так же, как нормальный ЭКГ, да, пришел, слушай, я тут кардиограмму сделал, посмотри, все у меня хорошо в сердце, но с сердцем не знаю, на кардиограмме у тебя покоя, явных изменений нет. Да, и человек может уже сказать, фу, ну, значит, если у меня с кардиограммой и с анализом крови все нормально, то жить еще можно, условно говоря. При этом у него может быть рак четвертой стадии, мы ничего когда-нибудь про это не узнаем за счет анализа крови и ЭКГ, потому что они могут не изменяться. А он, по-моему, РТ, КТ, и там, что там дальше у вас было по списку. Да, даже, возможно, тоже. Но, да, вот это, кстати, на мой взгляд, тоже очень важно проговаривать, что анализ крови почему-то у людей есть в голове конструкция, и у врачей тоже, что любое изменение в организме, сколько-нибудь значимое, там, минимально, оно тут же отразится на общем анализе крови. Прям вау, вот у тебя там, не знаю, закололо где-то там сделать общий анализ крови, потому что там, наверняка, если что-то плохо, прям, будут изменения. Но это же не так, мы же это знаем, да, и, наверное, поскольку нам уже пора закругляться, я думаю, что важно сказать, наверное, такой take-home message, я бы его обозначил. Нет, наверное, я попрошу вас сначала сказать про общий анализ крови, take-home message, я знаю, как я его обозначу потом. Для докторов, которые нас смотрят, для пациентов, возможно, которые посмотрят. Про анализ крови, вот вообще, надо, не надо, полезно, не полезно, мы сегодня обсудили. А вот все-таки какую-то вот конструкцию для наших зрителей на тему того, что это все-таки самый, значит, самый часто назначаемый анализ, да, и без него не обходится практически ни один визит к врачу. Вот как вы видите для наших зрителей, во-первых, врачей, а во-вторых, пациентов, скажем так, значимость для них этого анализа. Вы, как вот врач лабораторной диагностики, понимаете, что можно людям сказать для того, чтобы они понимали, хорошо, плохо, надо, не надо и так далее. Ну, в первую очередь, человек, когда, если мы говорим о физических лицах, да, вот они приходят сдавать общий анализ крови. Физические лица – это обычные люди. Это обычные люди, да, которые пришли в лабораторию, которые находятся у них в подъезде, да. Ну, как бы, какой цели они преследуют? Если, например, есть какая-то настороженность относительно чего, но он сделает этот общий анализ крови и успокоится, да, почему бы нет, если это поможет ему лучше любого антидепрессанта. Или не успокоится, если у него будет там СОИ-60, непонятно по какой причине. Или он успокоится, а у него есть какая-то болезнь, которую этот анализ не ловит. Да, вот это тоже большой вопрос. У тебя есть что сказать на тему общего анализа крови? Я бы закончил тем, с чего я, собственно, и начал. По желанию коллегам, каждый раз назначая какой-то анализ, подумайте, что вы будете дальше сделать с его результатами, и что вы хотите конкретно увидеть. Знаете, есть такая общая поговорка, назначай исследование, подумай, а, что ты будешь делать, если результат будет положительный, б, что ты будешь делать, если результат будет отрицательный. Если оба ответа совпали, необходимость в анализе отпадает. Отлично практически уничтожил мой take-home message, можно сказать. Но я все-таки тоже скажу такую конечную фразу. Мне кажется, что мы не можем здесь однозначно рассудить, однозначно сказать, хорошо или плохо сдавать общий анализ крови. Действительно необходимо, чтобы врачи, назначая общий анализ крови, думали, как они будут поступать с его результатами. Но пациентам, наверное, тоже нужно стоит думать, прежде чем сдать анализ крови, потому что нужно помнить о том, что мы, к сожалению, даже будучи очень умными и красивыми, не всегда можем интерпретировать результаты минимальных изменений в анализе крови, да иногда даже максимальных, к сожалению. Спасибо вам большое. Мне кажется, у нас получилось очень интересно. С нами были Антон Владимирович Родионов, доцент Сеченовского университета, врач-терапевт, кардиолог, и Анна Петровна Сафонова, директор продуктовой политики лаборатории LabQuest. Спасибо. Спасибо, до свидания.